На улице весенние пора. Мы все любим наши весенние цветы. Весенние цветы это в основном луковичные, которые используются на срезку. Это тюльпаны, нарциссы, гиацинты в горшках, рябчики всеми любимые. И для того, чтобы вырастить эти прекрасные цветы у нас при усадебном участке, или у нас на подоконнике, или у нас на производстве, необходимо в первую очередь выбрать посадочный материал. Посадочный материал играет большую роль для выращивания наших растений. Во-первых, вы пришли в магазин, берете луковицу, осмотрите ее внимательно, чтобы корни были очень хорошие, если они есть, зачатки корней. Если зачатков корней нет, вас это не должно пугать. То есть луковица будет укуреняться после вашей посадки. На луковице должна отсутствовать плесень. Но иногда привозят луковицы из Голландии, и они покрыты плесенью. Ну, я говорю всем, не надо пугаться, это пенициллиум. То есть все мы знаем, что пенициллиоз такой, да, что из него и производят антибиотики. Ничего страшного. Вы берете луковицы, всех луковичных культур, которые я перечислила, осматриваете их, может быть, какие-то чешуйки сухие убрать. После того, как вы осмотрели, берем емкость, наполняем ее водой. Лучше взять в домашних условиях, это может быть простое ведро. То есть берем ведро воды и берем такой препарат, как фундазол. Столовую ложку вот этого химического препарата фундазола размешиваем в этом ведре и погружаем туда наши луковицы. Погружаем луковицы минут на 30. После этого мы извлекаем луковицы. Можно их немножко подсушить, а можно и сразу в мокром состоянии ведем посадку в горшок. Если это рябчики, вот в данном случае я держу луковицу рябчика, то горшок у нас должен быть высокий. И сажать рябчик надо на глубину где-то 12 сантиметров, потому что растение рябчика, мы знаем, оно такое крупное, массивное, у него такие хорошие цветы. И если горшок будет мелковат, то цветок просто ваш красивый будет заваливаться. Это неправильно. То есть посадку ведем, как у лилии, на глубину 12 сантиметров. Если вы решили выгнать луковицы тюльпанов или нарциссов или гиацинтов, мы также производим их замачивание в этом растворе, затем извлекаем, ведем посадку. Лучше луковицы тюльпанов после посадки присыпать песочком. Это, во-первых, даст сохранить влажность в ваших посадках, а во-вторых, ваше растение будет более чистое. Луковицы гиацинта мы будем сажать в горшочек, но следует учесть то, что луковица гиацинта должна из горшочка немножко выходить. То есть, как мы сейчас видим, правда, цветочек срезанный, но вот посадка совершенно правильная произведена. А луковицы же нарцисса мы полностью погружаем в горшок, чтобы его не было видно. Мы посадили наши луковичные, ждем 4 недели. Мы их держим при температуре 5 градусов. При этой температуре у нас происходит окуренение. То есть, я вам уже говорила, если на луковицах нет корней, не стоит пугаться. Тут начинается интенсивно отрастать корневая система. Спустя 4 недели, после того, как у нас хорошо развилась корневая система, мы начинаем повышать температуру. Повышаем температуру до 15 градусов. И через 2 недели после повышения нашей температуры до 15 градусов, мы увидим вот это великолепие наших нарциссов. Также происходит и выгонка гиацинтов. На тюльпанах то же самое. Мы повышаем температуру. Но следует сказать еще, что при повышении температуры мы не сразу. Сегодня мы держали 5, а завтра уже держим 15. Это совершенно неправильно. Это будет большая ошибка. То есть, мы ежедневно поднимаем температуру на 1 градус. То есть, поднятие температуры от 5 градусов до 15 у нас проходит какой-то определенный промежуток времени. Если мы сразу резко поднимем температуру, это отразится на качестве нашего цветка. И вот мы срезали наши великолепие цветов, поставили их в нашу вазу. Они нас радуют. Но мы, люди с вами такие сердобольные, нам жалко выкидывать наши луковицы. Что же мы дальше будем с ними делать? Мы извлекаем наши луковицы после посадки, отряхаем их. Затем опять наливаем в наше ведро воды, загружаем туда ложку фундазола, протравливаем в течение получаса и просушиваем. После того, как мы просушили, они могут у нас храниться дома, до того, как у нас не растает почва. Но в сухом месте, в сухом прохладном месте. Можно это будет какой-то подвал, я не знаю, кто-то там хранит в холодильнике, но протравленные луковицы в холодильнике, не каждый решится это делать. Может быть, кто-то выйдет на террасу. После этого, когда у нас растаяла с вами почва, мы ее хорошенько перекопали, удобрили. И тогда уже можно высаживать луковицы в почву. Но лучше всего, если делать это после того, как у вас луковицы полежали, просушили, и лучше будет, если вы посадите в августе. Если у вас есть время сохранить эту луковицу где-то в прохладном сухом помещении, то в августе это будет идеальная посадка луковичных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА